добрый день дорогие зрители канала садовый мир конец июля начало августа самое вкусное время именно в летний сезон наши овощи раскачались вошли в свой период плодоношения активного мы уже сняли пробу со многих наших овощей томатов огурцов и уже активно приступаем к заготовкам я сейчас нахожусь на грядочке с баклажанами здесь у меня несколько сортов и гибридов высажены вот этой стороны у меня высажены баклажаны гибриды от агрофирма партнер это северный дига с другой стороны грядочки там будет андрюша который мы повторяем уже не первый сезон он себя отлично зарекомендовал и конечно же мы чего только вкусного из них не приготовили и делали овощную рагу и делали рулетики и даже жарили на мангале в качестве гриль закуски к мясу ну а теперь я сегодня задумалась сделать заготовку называется тёщный язык баклажаны в аджике и мне нужно собрать крупные плоды чтобы вот все мелкие плодики которые у нас находятся среднем ярусе и завязались выше наливались и давали нам дальнейший урожай на каждом кусту гибриды баклажана северный дига у меня по три-четыре уже взрослых плода который находится биологической спелости их уже можно снимать и и много вот таких вот завязи которые требуют налива они еще биологической спелости не достигли им нужно немножечко времени поэтому мы сейчас снимаем нагрузку с куста убираем крупные плоды которые уже вполне можно снимать употреблять в пищу можно даже приступать к активным ой как крепко сидит посмотрите какой красавец снимаю один второй можно взять сиката поскольку они очень крепко сидят вот третий красавец пошел он расположен чуть выше сейчас я вам его покажу посмотрите три товарных баклажаны чудесных синеньких можно уже смело отправлять в заготовку с противоположной стороны грядочки у меня расположен гибрид атака фирм партнер баклажан андрюша я вам уже его называла и показывал этом сезоне несколько раз подряд когда мы его подкармливали боролись с клещом с солнечными ожогами во время высадки все мы победили посмотреть растение зеленые без признаков заболеваний оделись сочную молодую листву который питает растение в нижней части посмотрите много у нас завязалось плодов посмотрите вот такие замечательные плодики висят сейчас я срежу несколько штук покажу вам их поближе прекрасные особи как я их называю достойные рассматривания и восхищения а какие они вкусные я называю бессовестно вкусные плоды кладу первый второй пошел смотрите какие крупненькие вот это тоже срежу мне он понравился пускай остальные наливаются потому что на каждом из баклажанов уже хорошие завязи которые в среднем ярусе верхнем должны наливаться и давать нам уже пролонгированный урожай посмотрите потенциал роста баклажанов еще есть и завязи верхнем ярусе тоже есть мы их на ночь прикрываем уже спонбондом плотненьким поскольку в конце июля начале августа у нас уже разница дневных ночных температур начались холодные росы и на времена когда нам по синоптике обещают проливные холодные дожди мы конечно же наши баклажаны страхуем пленкой но в сухую погоду пленку непременно сразу же снимаем и пока мои баклажаны даже сегодня прохладная погода вполне 19 градусов всего видите мы хоть и в майках но свежо после 30 градусов жары нам комфортно и наши баклажаны гулять я их не парю и не кутаю дорогие друзья конечно даже не все плоды баклажанов которые мы сегодня с ним для любимой шинами заготовки тещин язык я хочу просто вам показать немного поближе некоторые из них начнем с гибрида северный дига посмотрите это плоды в моих руках а вообще это довольно скороспелый гибрид в пору плодоношения вступает на 110 день и конечно же выращивать его можно и в пленочных укрытиях в тоннелях можно выращивать теплицы и в открытом грунте как показывает моя многолетняя практика баклажаны у меня удаются именно в открытом грунте с частичным укрытием по непогоде и именно на холодной ночи и на старте и в конце сезона именно тогда они у меня вырастают без каких-то проблем с корневыми гнилями поскольку они лучше проветриваются и обдуваются ветерком но не любят сквозняков тоже планируйте свои посадки таким образом чтобы они находились немного с подветренной стороны кусты довольно высокие в защищенном грунте они вырастают до одного метра ну а в пленочном укрытии или под спонбондом они могут достигать размера где-то до 55-60 сантиметров плоды классической цилиндрической формы ярко-фиолетового такого чернильного оттенка кожицы с ярко-зеленой такой плодоножкой и конечно же они очень вкусные мы уже провели неоднократную дегустацию длина плодов где-то 20-25 сантиметров но мы конечно до такого размера их не доращиваем снимаем их более молоденькими и масса плодов где-то в среднем у нас идет до 250 граммов мы снимаем где-то 180 200 граммов контрольные замеры на весах я уже проводил сейчас я хочу вам показать плод северного индига в разрезе я разрежу его вдоль плод не переросший у него тончайшая кожица посмотрите мельчайшие семечки такая плотненькая достаточно светлая мякоть белая слегка различимым зеленоватым оттенком то что нужно для приготовления закуски вот это баклажанчик я нарежу на тоненькие кусочки вдоль либо поперек зависимости того как вы предпочитаете и обжарю в растительном масле слегка с двух сторон чтобы они были обжарены до полуготовности и потом уже заправлю аджику и опущу туда баклажаны главное поймать момент не переварить все это в кашу тогда будут отдельные кусочки когда достаешь из аджики у них прекрасный вкус и аромат и прекрасная память о летнем сезоне откладываем сторону индига приступаем к андрюше прекрасные плоды посмотрите они тоже ярко фиолетово-чернильной формы плоды чуть-чуть к низу расширяющиеся хотя у них тоже ярко выражена цилиндрическая форма с небольшим расширением снизу кстати вот такой плод вы увидите в начале скажем так его налива потом он слегка удлиняется и напоминает немного лампочку чуть-чуть более похудевшие кстати плоды все такие крупные вырастают и я хочу сказать что несмотря на то что плоды вырастают крупные они в биологической спелости без горечи абсолютно любой стадии даже когда в нем достаточно крупные семечки когда перевисел плод все равно он будет вкусным и как бы вы не приготовили он вам доставит удовольствие давайте разрежем баклажанчик тоже вдоль посмотрим какой красавец внутри гибрид это ранеспелый от высадки 65 70-дневной рассады в открытый грунт как я это сделала в на старте этого сезона буквально через 65 дней наступают спелость плодов посмотрите маленькие семечки довольно крупный плод он уже у нас подрос несмотря на это у него тонкая кожица глянцевая ярко выражен аромат баклажанов кто их выращивать не первый год уже по запаху определяет даже закрытыми глазами плоды баклажанов и конечно же у него светлая мякоть такая белая с небольшим зеленым оттенком по периметру где ближе расположена мякоть кожица что я хочу сказать оба гибрида мне понравились тем что они беспроблемные они устойчивы к заболеваниям неблагоприятным факторам условий среды вспомните сколько слезок образно говоря я пролила на старте сезона когда у меня не было высадить возможности в грунт рассаду передержала и тем не менее она была достойная я ее высадила пережили мы и солнечный ожог как я напоминаю и нашествие клещей и тем не менее баклажаны уже в конце июля массово нас радует устойчивым сбором урожая первые баклажанчики мы сняли еще в начале месяца ну а сейчас уже наслаждаемся именно массовым сбором сегодня много работы я скоро пойду на кухню наберу целую корзину баклажанов плодов но это еще далеко не все июль и август нас радует возможность заготовок не только различных вкусностей из баклажанов не забываем что традиционная и любимая всеми нашими огородниками но большинством огородников говорилось и конечно может быть не всеми это икра овощная многие из вас готовят баклажановую заморскую многие из вас готовят икру кабачковую а многие смешатые овощи дружая их вместе в одном блюде рецептов в сети и в наших кулинарных ежедневников очень много спорить можно бесконечно какой из них лучше конечно выбирать вам только самим поскольку вы будете ориентироваться на собственный вкус и вкус и своей семьи поэтому четкого рецепта мы конечно же не даем делайте так как вы привыкли и перерабатывать свои кабачки баклажаны ну а мы сейчас переместимся на грядку с кабачками посмотрим что у нас на фронте этих посадок напомню они у нас в этом году разнообразные первые кабачки мы высадили в две большие емкости и получали урожай с них еще середины мая они нас отлично выручили на старте сезон когда даже огурцов еще не было когда были только плети а маленькие товарные нежные кабачки мы уже срывали употребляли в пищу потом наши посадки расширились мы посадили 4 кабачка хьюга уже второй год мы испытываем этот кабачок и не проиграли ни разу щедрые поленицы плодов мы собираем ежегодно а вот наши посадки уличные с кабачком хьюга это очень устойчивый к условиям неблагоприятной среды гибрид раннеспелый от момента посева до с первого устойчивого сбора всего проходит 40 дней примерно в такой срок мы уложили своих конта и контейнерных посадках и в грядке он выдал точно такой же результат всего четыре саженца компактного кустового типа портонокорпического типа на рождение скажем так плодов и вот эти четыре саженца полностью перекрывают все наши потребности нашей большой многочисленной семьи именно по объему кабачков которые мы снимаем в небольшой как я называю хвысковой спелость это техническая спелость где-то массой 500 600 граммов именно такие кабачки мы снимали с контейнерных посадок с ранних которые у нас зарождались еще в теплице по которой потом мы вынесли наружу и с них мы сняли от 18 до 20 именно таких посадок вот это тоже пушистый агроном тоже любит кабачок причем сырой кусочками и от кустов она тоже не отходит поскольку кусты обратите внимание они сейчас нас после дождя немного увлажненные и для наших молодых огородников я хочу отметить что кабачки это растение южное оно пришло к нам из засушливых регионов и они не выносят переувлажнение вот сейчас дождь прошел поэтому я не буду спешить закрывать свои посадки вечернее время что для того чтобы кусты хорошо проветривались в холодное время года уже на финише сезона когда кусты хорошо облиственные когда уже холодные росы и холодные осадки мы прикрываем пленкой тоже в сухую погоду пусть будет прохладно пусть будет на пасмурно но кусты должны провериться снимите пленку снимите спонбон пусть ваши посадки дышат и на каждом кусту у меня всегда три-четыре взрослых кабачка и в такой вот технической спелости тоже нарастают новые молодые плоды чтобы они вовремя наливались чтобы процесс плодообразования у нас не останавливался вот именно вот такие взрослые кабачки я снимаю и они способны храниться когда уже хорошо сформировалась кожица до трех месяцев это они как чрезвычайно транспортабельны отлично хранятся и давайте посмотрим на наши плодики чуть поближе дорогие друзья у меня руках типичный плод кабачках юга у него еще нежная кожица ему еще расти и расти он может достигнуть более внушительных размеров цилиндрической формы вот в данном случае он слегка не небольшое утолщение именно с другой части конца плода но когда он будет израстаться он будет более выровненной формы сейчас мы разрежем пополам заглянем внутри посмотрите какой он нежный совсем мелкие семена поэтому его тушить можно именно так не снимая кожицу семенами получая все необходимые вкусовые ощущения от в консистенции нежной мякоти упругой тонкой кожицы и нежными семенами у меня дочка именно такое вот кабачковое блюдо в виде пюре и любит я добавляю туда замороженный шпинат и зеленый горошек она его есть без всякого соуса просто на сторонник именно диетического питания с более здорового надо же она нам можно подать пример потому что кабачки я люблю честно говоря с майонезом может быть не совсем полезно но бессовестно вкусно вот эти собрала 6 кабачков приготовлю из них замечательно овощную икру добавлю то свой перчик морковку лук кстати морковь у нас еще прошлого рожая и молодая поспела но в заготовке предпочитаю использовать зрелую морковку у нас не утихают споры какие же кабачки более эффективны посадках ранее контейнерные или в открытом грунте я вам хочу сказать что каждый по-своему ранее нас выручили на старте сезона они кстати сейчас подоносят по два-три плода они полноценам дают просто честно говоря я их немножечко уже забросила поскольку переключились на посадки именно уже в открытом грунте ну а далее у нас впереди похолодание не успеем оглянуться сезон пролетит наступит осень и молодых кабачков захочется обязательно сейчас кабачки нас заваливают плодами и это будет продолжаться до самого конца сезона и тем не менее уже в холодное время года нас поддержат кабачки которые мы вырастим в теплице мы находимся в теплице с бывшими ранними посадками они уже полностью отдали урожай я подготовила почву к новому обороту культур высадила ранее огурцы готовой рассады и вырастила к рассаду кабачках юга по одному метру в торце теплички на боковых грядках я пожертвовал для двух саженцев смотрите луточка меня полностью сформированы здесь на этой грядке росли раньше огурцы и они выбрали из почвы очень много питательных веществ поэтому я добавила перегной россыпью немного компоста заделала плоскорезом пролила бту комплексом для восстановления плодородия почвы обработала как говорится для того чтобы полностью восстановить плодородный слой в лунку добавила горсть перегноя добавила мела ведь эта белая субстанция это для раскисления почвы поскольку она у меня с более кислой реакции и добавила обязательно вот видите такие синий синий гранулы это удобрение а в универсале для овощных культур именно для посадки в теплице я сейчас смешаю все все компоненты в лунке видите почва влажная у меня саженцы возрастом 25 дней высаживали их семечками без проращивания сразу в горшочке пол-литровый посмотрите корневая система еще не завелась к кольцо самое время посадить делаю углубление рыхлю вот эту всю вкусняшку которую положил в лунку и высаживаю саженец сильно не заглубляю уплотняю чуть-чуть почву все саженец посадили осталось полить его тепленькой водичкой и эти сбоку у меня приготовлена солома я замульчирую посадки вокруг место я ему отвела чуть больше квадратного метра потому что огурчики соседи буду направлять другую сторону и пускай у нас теперь растет и радует до самых холодов сегодня мы рассказали про наши посадки кабачков баклажанов собрали много овощей для производства вкусных заготовок на зиму на вам желаю не расслабляться сезон еще не завершился не поздно посадить и новый оборот посадок если вы фанат свежих овощей молоденьких восковой спелости то самое время посадить кабачки в тепличку на баклажаны продолжаем перерабатывать и вовремя подкармливать проветривать и беречь их от корневых гнили и заболеваний занимайтесь профилактикой используйте правильные препараты об этом смотрите наши выпуски видео новостях нашего канала всего доброго до новых встреч